Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в время каждую субботу и воскресенье. 14.30 курс нутрициология. Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00 курс нефрология. Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30 курс врач и инфекция. Лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00 курс дентальная имплантация. Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30 курс кардиологика. Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00 курс актуальные вопросы от Урина Ларингологии. Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30 курс актуальные вопросы неонатологии. Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация Серано приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология. Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00 курс общая врачебная практика. Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс актуальные вопросы полиморбидной патологии. Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00 курс эндоурология и детская хирургия. Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edudefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано! Уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней лекции посвящена особенностям диагностики оперативного лечения послеоперационного введения пациентов с билатеральным коралловидным нефролитиазом. Проблема нефролитиаза приобретает все большую актуальность в связи с увеличением заболеваемости во всем мире. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах заболеваемость достигает 20%. Мочекаменная болезнь – наиболее распространенное урологическое заболевание, приводящее к инвалидизации. И таким образом, мочекаменная болезнь – это проблема социальная, которая прямо пропорциональна уровню жизни и обратно пропорциональна культуре питанию. Одной из самых тяжелых форм проявления мочекаменной болезни является билатеральный коралловидный нефролитиаз. Преобладающему большинству больных двусторонним коралловидным нефролитиазом показано оперативное лечение. В стандарт обследования пациентов с билатеральным коралловидным нефролитиазом входят выяснение жалоб, сбор анамнеза жизни и заболевания, начало и длительность заболевания, предшествующие операции на почках, воспалительные заболевания мочеводящих путей, наличие эндокринной патологии, наследственный фактор, а также аномалии развития, удвоение инфундиболостеноза и другие. Физикальное обследование. Из лабораторных методов обследования – общий анализ крови и мочи, посев мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам, биохимический анализ крови с определением уровня мочевины, креатинина, электролитов, концентрация сыворочно-инонизированного кальция, мочевой кислоты и другие. Анализ крови на парадгормон, анализ крови на витамин D. Из рентгенологических методов обследования. Обзорная экскреторная урография. Постепенно эти методы исследования уходят в прошлое и используются лишь при недоступности выполнения мультиспиральной компьютерной томографии. Мультиспиральная компьютерная томография – это метод выбора. Правила от простого к сложному здесь не подходят, поскольку билатеральный крыловидный нефролитяз – сложное заболевание, которое должно быть раскрыто полностью, должна быть выяснена полностью. Архитектоника полостной системы почки, расположение камня, плотность камня и так далее. Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы, матки и парасчетовидных желез, матки у женщин парасчетовидных желез дополняет план обследования пациентов с билатеральным крыловидным нефролитиазом, обязательно радиизотопные методы диагностики, динамическая нефросцентография, а также сканирование парасчетовидных желез для выявления гиперпаратериоза. Ультразвуковая диагностика является важным элементом диагностики пациентов с билатеральным крыловидным нефролитиазом, поскольку заболевание у пациента может быть диагностировано достаточно рано и при скрининговом осмотре. Особенно это касается случаев, когда проявлений билатерального крыловидного нефролитиаза по разным причинам у пациента нет. Обзорная экскриторная урография, как я уже говорил, используется, но уже в меньшем проценте случаев, чем раньше. Мультиспиральная компьютерная томография, нативный снимок и с внутривенным контрастированием. Как вы видите, достаточно хорошо мы можем визуализировать внешний вид камней, их расположение, расположение в полостных структурах почки. При необходимости изображение можно, соответственно, в программе специальной вращать, находить там дополнительные камни, выявлять отшнурованные чашки почки. Соответственно, достаточно полно судить о расположении камня и расширении полостных систем. Таким образом, современные рентгенологические, ультразвуковые и радиозатопные методы диагностики билатерального крыловидного нефролитиаза позволяют определить размер и плотность камня, его стереометрическое расположение, морфофункциональное состояние почек и верхних мочевых путей, ангиоархитектонику почки. Все это значительно упрощает планирование и выполнение оперативного лечения. Всегда перед врачом стоит вопрос, когда прекращать динамическое наблюдение. Это в случае ультразвуковых признаков ретенции, то есть нарастания, дилатации полостной системы почки, длительной лейкоцитурии и появления пиурии при наличии билатерального крыловидного нефролитиаза, начальные признаки хронической почечной недостаточности, ну а также стойкий болевой синдром. Перед врачом на данном этапе стоят вопросы, какой метод оперативного лечения выбрать. Открытая операция, дистанционная ударная волновая или трипсия, эндоскопическая операция, лапароскопическая операция. В нашем случае необходимо отметить, что благодаря эволюции перкутанных операций, в настоящее время открытые операции практически ушли в прошлое. Дистанционная ударная волновая или трипсия может быть использована лишь как дополнение к перкутанным операциям. Таким образом, эндоскопические операции на данный момент являются ведущим методом лечения пациентов с билатеральным крыловидным нефролитиазом. В нашей клинике было проведено исследование, в которое были включены 51 пациент с билатеральным крыловидным нефролитиазом за период с 2009 по 2019 год. Пациентам камни удалялись методом чрезкожно-пункционной нефролитотрепсии, а также методом сэндвич-терапии, это ЧПНЛ с последующей дистанционной литотрепсией. Также был проведен ретроспективный анализ 47 историй болезни пациентам, которым были выполнены оперативные вмешательства. На данном слайде представлена мультиспиральная компьютерная томография при билатеральном крыловидном нефролитиазе, нативный снимок и с внутривенным контрастированием до операции. Необходимо отметить, что мультиспиральная компьютерная томография в нативе после первого и второго этапа операции – это основной метод контроля, поскольку очень часто бывают ситуации, связанные с рентген-негативными камнями, когда контроль крайне затруднен, и только лишь выполнив мультиспиральную компьютерную томографию, мы можем досконально говорить и аргументированно свидетельствовать о полной санации почки от камней. Нами была применена классификация коралловидного нефролитиаза, разработанная на 4-м всесоюзном съезде урологов 90-го года. Она остается достаточно удобной. По размеру и форме конкремента это, соответственно, К1, К2 и К3. К4, К1 выполняет камень одну группу чашечек или лоханку и одну группу чашечек. К2 выполняет ЧЛС вне почечного типа. К3 – камень выполняет ЧЛС внутри почечного типа. К4 – камень выполняет тотально расширенную и деформированную чашечную лоханочную систему. По степени выраженности ретенционных изменений ЧЛС эктазии, Э1 – расширение ЧЛС нет, Э2 – расширение отдельных групп чашечек, Э3 – расширение всех групп чашечек, Э4 – расширение всей ЧЛС. По степени выраженности воспалительного процесса от В1 – латентная фаза хронического пиелонефрита до В4 – острый гнойный пиелонефрит. Г – исходное состояние почек в зависимости от дефицита канальцевой секреции от Ф1 – дефицит канальцевой секреции от 0 до 20% до Ф4 – дефицит канальцевой секреции 71-100%. На данном слайде представлено распределение больных с двусторонним коралловидным нефролитиазмом в зависимости от формы. Основное количество – это были пациенты, имевшие К1 с обеих сторон. На втором месте были пациенты, имеющие К1 с одной стороны, К2 с другой стороны. На третьем месте были пациенты, имеющие К2 с обеих сторон. В зависимости от стадии воспалительного процесса, основной процент пациентов – это практически не имевших воспалительных изменений в почках. По степени дилатации основная часть пациентов имела умеренное расширение полостных систем. По функциональному состоянию почки основная масса пациентов 41,2 и 43,2 имели с обеих сторон F2 – нарушение. Из 51 пациента с билатеральным коралловидным нефролитиазм 39 пациентам операция была выполнена поэтапно и 12 пациентам одномоментно. На данном слайде представлены основные этапы чрезкожной операции, начиная от пункции полостной системы почки, соответственно, дилатации пункционного хода и кончая установкой амплат с трубки. Перейдем к особенностям эндоскопических операций при билатеральном коралловидном нефролитиазе. Первая особенность – это создание нескольких доступов, один основной и дополнительный. Хочу отметить, что в нашей клинике мы всегда стремимся удалить основную часть камня через один доступ и, по возможности, за один этап. И, соответственно, для удаления полной санации почки выполняются дополнительные доступы. Вторая особенность – многоэтапность. Мы столкнулись с тем, что многие пациенты с билатеральным коралловидным нефролитиазом подлежат этапным операциям. То есть мы предварительно дренируем расширенные чашки почки, купируем воспалительный процесс и после этого уже переходим к этапу удаления камней из почки. На данном слайде представлен пациент, которому было выполнено 5 доступов для удаления камней. При сравнительной оценке количества перкутанных доступов нами установлено, что и при одномоментных операциях, и при этапных в одинаковом проценте случаев нами использован один перкутанный доступ, когда мы за первый этап максимально удаляли камень. И, соответственно, дополнительные доступы использованы в 33% случаев при одномоментных операциях и 38% случаев при этапных операциях. Другими особенностями эндоскопических операций при билатеральном коралловидном нефролитиазе – это сочетание антиградного и ретроградного доступов, когда в положении пациента на спине мы имеем возможность двумя операционными бригадами одномоментно удалять камень и через кожное, и путем удаления камня ретроградным путем. И второй момент – это широкое применение фиброскопов. Появление фиброскопов значительно улучшило и облегчило задачу удаления и полной санации почки от камней. В настоящее время это позволяет нам повысить и практически полностью санировать пациентов с коралловидным нефролитиазом. Особенно это важно в таких двух категориях пациентов, как машинисты железнодорожного транспорта и помощники машинистов, а также это летчики гражданской авиации, поскольку мочекаменная болезнь – это абсолютное противопоказание для работы в этих видах транспорта, а подготовка машинистов и летчиков авиации – это примерно сравнимое по затратам дорогостоящее мероприятие. При сравнительной оценке доступов и применении гибких нефроскопов, применение нами перкутанного и трансуретрального доступа примерно в одинаковом проценте случаев, применение фиброскопов при одномоментных операциях было чаще, что и позволило нам, соответственно, одномоментно и быстро завершить операции. При сравнении перкутанных и мини-перкутанных доступов необходимо отметить, что в настоящее время нами идет активный набор материала и активное развитие мини-перкутанных методик в лечении коралловидного нефролитиаза. По мере совершенствования техники, по мере совершенствования оборудования все больше операций нами удается выполнить через мини-перкутанный доступ. Да, с возможным созданием нескольких доступов, но полностью санировать чашно-олханчную систему практически за один этап. При оценке одномоментного перкутанного оперативного лечения двустороннего коралловидного нефролитиаза можно видеть, основной процент пациентов нами был санирован за один этап. При анализе результатов оперативного лечения билатерального коралловидного нефролитиаза также основной процент пациентов был в основном санирован за 2-3 этапа. На данном слайде мы можем видеть, что при перкутанных операциях одномоментных и этапных их различия, что при перкутанных этапных операциях кровопотеря достоверно ниже, длительность операции также ниже, но послеоперационный койко-день при этапных операциях выше, чем при перкутанных одномоментных операциях. Необходимо отметить, что и нами сейчас активно рекомендуется и внедряется активное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии при подготовке пациента к оперативному лечению и, естественно, в период контроля удаления камней. Мультиспиральная компьютерная томография позволяет значительно сократить время операции, поскольку мы можем прогнозировать ход операции, мы можем спланировать ход операции, таким образом мы снижаем кровопотерю и значительно сокращаем койко-день. С учетом того, что это достаточно сложная категория пациентов, нами было проанализировано особенности послеоперационного дренирования пациентов и установлено, что без дренажей нам удалось ввести 58% пациентов в случае одномоментных операций и 69% в случае этапных. Мочеточниковый стенд с одной стороны, соответственно, 33% при одномоментных операциях и 23% при этапных операциях. Мочеточниковый стенд с обеих сторон 8% при одномоментных операциях и 7,7% при этапных операциях соответственно. Нам удалось у 28 пациентов проследить отдаленные результаты, так при одномоментном удалении камней рецидив камнеобразования был установлен у 7%, при этапном удалении камней у 25% пациентов был установлен рецидив камнеобразования. Общий рецидив составил 32%. Таким образом, при выполнении перкутанных операций у пациентов с билтеральным коралловидным нефролитиазом необходимо учитывать множество факторов, которые могут повлиять на длительность госпитализации и послеоперационной реабилитации. Соответственно, до операции необходимо учитывать такие факторы, как размеры, плотность, локализацию конкрементов, степень выраженности ретенции, стадию воспалительного процесса в почках, а также степень нарушения функции почки. Во время операции – степень кровопотери, продолжительность операции, максимальное удаление конкремента. После операции – химический состав конкремента, вид и длительность дренирования, стадия пиелонефрита и в связи с этим адекватная антибиотикотерапия. Послеоперационный контроль. Важное значение для пациентов имеет послеоперационный контроль. Через неделю пациент обязательно должен сдать общий анализ крови, мочи и биохимический анализ крови, посев мочи через 2 недели, УЗИ почек через 1 месяц. Как мы уже говорили, определение химического состава конкремента имеет важное значение для последующих мероприятий профилактических и обязательное выполнение динамической нефросцентографии через 3 месяца. Послеоперационные результаты необходимо оценивать по следующим показателям. Это функциональное состояние почки, ухудшение, улучшение стабилизации функции, наличие резидуальных и рецидивных конкрементов, а также активность воспалительного процесса. Как я уже говорил, эталон эффективности лечения – это полная санация мочевых путей при минимальной лейкоцитурии. Важное значение в наблюдении пациентов с билатеральным коралловидным нефролитиазом принадлежит специалистам-урологам амбулаторного звена, поскольку важную часть деятельности занимает уничтожение инфекционного агента, антибактериальная терапия и уросептики, которая может проводиться до 3 месяцев. Максимальная элиминация мелких резидуальных фрагментов, а также противовоспалительная терапия. Сюда можно отнести применение фитопрепаратов, таких как канифрон, ровотинекс, отвары мочегонных трав, отвары урологических сборов, известных нам, а также применение лечебных минеральных вод, например, чарелий. Эффективность препарата канифрон в реабилитации пациентов после операции на верхних и нижних мочевых путях была подтверждена в работе Алексея Георгиевича Мартова, в которой было исследовано 760 пациентов. В результате работы было доказано, что при применении препарата канифрон в стандартной терапии по сравнению с обычной урантисептической терапией, частота лейкоцитурии значительно меньше, значительно выше объем диуреза и частота резидуальных фрагментов снижается практически в 2 раза. По всей видимости, диуретический эффект препарата канифрон связан с содержащимися эфирными маслами и сикоэридоидами, а также фенолокарбоновыми кислотами. Эфирные масла и сикоэридоиды обеспечивают расширение сосудов почки, улучшение кровоснабжения почечного эпителия, а также оказывают влияние на функцию эпителия почечных канальцев. Фенолокарбоновые кислоты создают высокое осматическое давление в просветах почечных канальцев. За счет этого происходит уменьшение реабсорбции натрия и воды, и увеличение воды происходит без нарушения ионного баланса. Таким образом, канифрон обладает калийсберегающим эффектом. Послеоперационное введение пациента с билатеральным корловидным нефролитиазом амбулаторного звена направлено на выявление признаков абструкции, нарастающая ретенция болевой синдром и своевременное направление на консультацию в стационар и госпитализацию. И второе – это подбор диеты, основываясь на составе камня, питьевых рекомендаций, а также рекомендации по изменению образа жизни. Благодарю за внимание.